Друзья, приветствую вас. Тут вопрос возник по Иркутску к Энерго, что компанию в ближайшее время расчищают от ненужных активов и собираются ее хорошо продать. Но смотрите, на самом деле ликвидность компании оставляет желать лучшего, скажем прямо. Если посмотрим отчетность, то идет тренд на снижение чистой прибыли, но выручка более или менее колеблется, но чистая прибыль по годам за последние 4 года снижается. Так, на поквартальная прибыль выручка здесь все более или менее ровно. Так, друзья, но глобально здесь нюанс этой компании, если так можно сказать, изюминка заключается в том, что там есть крупный акционер и, соответственно, последнее энное количество лет дивиденды компания не выплачивает и платить их не планирует. Ну, с учетом того, что акция, скажем так, не очень ликвидная, еще и дивиденды не платят, это, в общем-то, весьма негативно влияет на стоимость компании. Однако, если мы посмотрим месячный график компании, то мы увидим здесь, что формируется восходящий тренд с поджатием типа треугольник. Такая фигура, она наиболее вероятно разрешится выходом наверх. Вот, тем более, если будет продолжаться, оставаться позитивный внешний фон, нефть на хаях держаться, ну, на локальных хаях, то, соответственно, по этой компании вполне можем увидеть движение наверх. Ну, смотрите, вот здесь у нее есть ряд целей. Первая цель, вот она ее отработала, это 14.74. Следующая цель, это 15.5, и потом 17, это по недельному графику. Но в том случае, если она уходит, пробивает и закрепляется 13.2, 13.3, то в этой ситуации движение отменяется, и она будет падать сначала до нижней границы вот этого тренда. И следующая цель движения у нее будет, скорее всего, вот сюда вот на 7.14. Ну, компания очень неликвидная, то есть там миллионами рублей в день измеряется объем торгов, и поэтому, если вы отважитесь торговать такой бумагой, то рискуете стать стратегическим инвестором данной компании. Хотя вот дневка, да, дневка здесь указывает на рост. Причем, если ориентироваться на дневку, здесь абсолютно четко движение на 15.5. И следующая цель, это 16-16.44. То есть, да, есть определенный драйв. Компания, она сейчас может вполне выстрелить. Ну, если не будет обвала рынков. Но надо понимать, что это, в общем-то, выстрел такой будет он носить. Характер отскока при технической перепроданности, это раз. И, во-вторых, тот факт, что сейчас просто все подряд хватают и вверх вытряхивают. Поэтому потенциал роста, конечно, у нее есть, с учетом текущей ситуации. И риска он, который очень активно идет. И вполне, как бы, ее на 17.3 могут загнать. А потом у нее еще цель есть вот здесь вот, 28.4. Ну, даже диапазон 25.7-28.4 вот сюда вот. Ну, как бы, бумагу, видимо, в космос запускать планируют. Но с такой ликвидностью ее можно запустить в космос в любую сторону. Вот. Поэтому, конечно, я бы так сказал. Если вы носитель сакральной информации о деятельности этой компании, то тогда, наверное, имеет смысл заниматься подобными вопросами. А так, даже с учетом того, что высока вероятность отскока, разворота и движения вверх по ней, с учетом ликвидности, имея, допустим, всего там 100-200 тысяч в акциях этой компании, вы можете проскользить или вообще застрять в них. Поэтому вероятность роста есть, цели обсудили, но актив низколиквидный, будущее его пока непонятно. Единственное, на что хотел обратить внимание, если там произойдет изменение в структуре акционеров, и, ну, скажем так, права миноритариев будут лучше учитываться, сам бизнес компании достаточно хорошо идет, вот, и востребована она в этом регионе. И поэтому вполне, как бы, ее могут запустить в космос уже на больших объемах, по-любски в космос, а не так, как сейчас намечается. Вот, ну и помним, что вот здесь есть уровень, пробитие которого аннулирует растущую формацию, и, соответственно, бумага будет дрейфовать сначала к нижней границе вот этого тренда, и потом вот сюда вот в эту проторгованную область. Так, друзья, ну раз начали такие булыжники доставать, есть, в общем-то, брат-близнец по текущей ситуации у рассматриваемой компании, это ТГК-Д или Квадро. Вполне ее в ближайшем обозримом будущем на фоне этой эйфории на 5 копеек могут вытащить. Наушите актив с объемом торгов миллион, меньше миллиона рублей в день. Там я даже не знаю, каким портфелем надо торговать, тысяч 5-10 рублей. Вот, ну тут налицо как бы разворотная формация. Причем у них, у обоих этих компаний есть ряд признаков, указывающих на то, что будут их вытаскивать и забрасывать наверх. Вот, но опять же, здесь вот, если эта компания, она пробьет 23,75, то все это самое считает, асфальт, привет, шахтерам. И ни о каком росте здесь нельзя говорить. Но вообще сейчас она очень моторно идет отрабатывать 5 копеек. Вот куда-то сюда, вот в этот диапазон. Даже может быть 5,3 копейки, если быть точным. Это еще более неликвидная бумага, чем иркутская, вот эта самая Иркутская Энерго. Кстати, Иркут Энерго раньше достаточно нормально торговалась, но потом там произошли определенные изменения. Они перестали платить дивиденды по требованию главного акционера. И после этого стоимость бумаг начала проседать. И ликвидность тоже. Вот, поэтому, друзья, если вы любите играть в азартные игры, вот квадро еще есть. Но я бы такими вещами не занимался, честно вам скажу. Так, друзья, ну вот у подписчика вопрос по поводу УГК-2. УГК-2 это все-таки более солидный такой актив с большей ликвидностью. Вот, но здесь могу понедельному графику сказать. Сейчас намечается движение вот сюда вот. На 63 или 6,3. Соответственно, вот это движение, оно будет сломано в том случае, если 55,07 мы пробьем. Но даже просто 55 на растущем объеме пробития вводит бумагу сразу вот в этот вот нижний консолидационный диапазон. Вот. Но пока здесь все-таки больше шансов на то, что она попытается взять реванш и сходить вот сюда вот в этот диапазон. Вот. Но стопы мы с вами обсудили. Стопы, если пробиваются, тогда этот сценарий аннулируется, она будет падать сначала сюда, потом, скорее всего, пойдет ниже. В принципе, вот сама по себе бумага, ее бизнес достаточно интересный. И, ну, есть там много позитива. Но вот эти вот, блин, мажоритарные акционеры, которые крутят компаниями как хотят и выкачивают из них все, они, конечно, картину очень часто портят. Так, друзья, ну вот еще вопрос был по МРСК-ЦП. Здесь последний день торгов был в пятницу, 10-го. Соответственно, в понедельник, 13-го открываемся с гэпом вниз приблизительно на размер дивидендов. Это 1,6 копейки, то есть где-то в районе 22. Вот сюда вот уйдем. 22,8, куда-то вот сюда, вот в этот диапазон. Смотрите, здесь какой момент есть принципиальный. Здесь вот растущий канал, который был, несмотря на то, что здесь вот прорыв произошел, растущий канал не пробили, и далее при росте идет наращивание объема. Поэтому наиболее вероятный сценарий, что вот этот гэп дивидендный будет носить технический характер, и после этого в ближайшее время бумага пойдет тестировать 24,95. Ну а там уже посмотрим, что и как будет. Если же она пробьет 23,35 на растущем объеме, то это, считайте, все. Сначала ее унесет на 22,83, и потом вот в эту консолидационную область, которая находится ниже. Вот, ну сейчас, я так понимаю, за всю электроэнергетику взялись, и всякие вот эти веселые истории, типа Квадро, ранее очень хорошие компании Иркут Энерго, вот, соответственно, их всех будут выхватывать, выбрасывать наверх. Ну, поэтому, друзья, здесь, в принципе, можно попробовать сыграть, единственное, только имейте в виду, с такой ликвидностью стопы просто пролетать, как раскаленный нож масла будут. И можно, как бы, засесть с этими бумагами очень надолго. Вот, поэтому, не знаю, я бы вообще в такие истории не лез бы. Потому что ликвидность не фонтан. И плюс, как бы, могут в любой момент выйти какие-то корпоративные новости касательно электроэнергетики и сетей, которые, ну, достаточно негативно могут повлиять на котировки. Да, вот здесь, в том же МРСК, есть цель движения на 25. Но, во-первых, это самый вопрос, когда это движение будет реализовано. И, ну, вообще, то есть, с учетом ликвидности, не знаю, мне вот эти бумаги, они что-то прямо как-то вот не особо по душе. Так, друзья, ну, вот еще по системе был вопрос. Смотрите, вот я в телеграм-канале постил подробно график. Тут уровни разрисованы, куда и что пойдет. Вот, судя по всему, высока вероятность того, что система на ближайшее время пойдет тестировать цель, которая находится в диапазоне 16-16,1. Вот, если же она пробьет на растущем объеме 14,8, данное движение, скорее всего, будет аннулировано. Но пока больше вероятность того, что она пойдет пробивать вот эту зеленую линию вверху, и после того, как ее пробьет, может закрепиться и пойти на 16,5-16,7 тестировать. А почему вот этот вот момент возник касательно системы? Дело в том, что у системы до конца февраля текущего года идет байбэк, который не завершился на 1,35 миллиардов рублей. И вот этот байбэк, он может, в принципе, послужить хорошим драйвером для того, чтобы акции этой компании разогнали на... Ну, а если уж совсем здесь будет раж и движняк по системе, то, в принципе, это у нее есть незакрытая цель, которая находится на 22. И она эту цель рано или поздно, если, конечно, не будет закрытия компании по каким-то причинам, банкротства и так далее, она пойдет эту цель отрабатывать. Поэтому, ну, несмотря на то, что я не фанат этой компании, ну, точнее, компании с такой моделью бизнеса, должен заметить, что здесь есть очень хороший шанс, чтобы ее запустили вот сюда вот в космос. Но обращаю внимание, что сейчас здесь вот пытается реализоваться разворотная формация, корректирующая с целью движения на 12,75. Это на недельном графике. Но в том случае, если не будет пробит восходящий тренд, вот восходящий тренд, то, соответственно, то есть она сейчас может скорректироваться, немножко вот сходить до вот этого восходящего тренда, но его она на растущем объеме не должна пробить, ну, может быть, кольнет, но при этом объем должен упасть, и после этого она, соответственно, будет рикошетить и уходить наверх. Вот, ну, конечно, в идеале вот эта вот цель 22, но это, конечно, жестко будет, если она ее отработает. Тут хотя бы, чтобы она в текущем формате 16,5 сходила, пробила 16,5, и после этого попыталась вот куда-то сюда вот сходить либо на 17,1, либо, может быть, как вариант. Сейчас давайте посмотрим. Либо как вариант хотя бы вот сюда вот на 18,4. 18,4, ну, да, где-то так, сюда, в этот диапазон. Поэтому, дорогие друзья, по системе, я думаю, вероятность роста больше на фоне байбека до конца февраля ее могут подразогнать. Вот, но про стопы не забываем. Видите, вот эта вот диагональная линия – это стоп. Соответственно, пробитие на растущем объеме ее, и тем паче, если будет пробитие 12,5, вот здесь вот на растущем объеме, все это движение поступательное наверх отменит, и акция полетит в асфальт вот сюда вот в этот диапазон. Так, все, дорогие друзья, спасибо за внимание. До свидания.